Давно ли вы бывали в сказочном путешествии? Забыли уже? А вот участники праздника, организованного Саратовской ГЭС вместе с творческим коллективом Дворца культуры, только недавно вернулись из мультстраны, где играли, веселились и пели песни с любимыми героями. Этот праздник был приурочен к Дню защиты детей, и по традиции гидроэнергетики провели его в парке возле ГЭС. Несмотря на то, что главными героями сказочного путешествия стали ребята с ограниченными возможностями, вместе с ними веселились и обычные дети. А все потому, что каждый ребенок по-своему уникален, и каждому нужно хоть иногда бывать в сказке. Это праздник, когда мы говорим нашим детям, что мы их любим, что мы всегда с ними рядом. Пусть наши дети будут счастливыми, любимыми, здоровыми. На этом празднике каждый встретился со своим любимым героем. Кто помладше, варил варенье с Машей и Медведем, чинил различные приборы с фиксиками. Ну а более старшие участники мероприятия были в восторге от мультклассики. Забавная и совсем не злая старуха Шапокляк воспитывала всех вокруг и учила различным хитростям. А Карлсон и Фрекенбок заставили посмеяться. По всему парку разместились интерактивные площадки. Понравился фиксики, Фрекенбок, и как будто я вновь вернулся в детство свое. Мне Маша Медведь и фиксики. Мне тоже самое. И Миньон. Мне понравилось. Ну как это называется? Это аквагрим. Мне тоже нравится это. Праздник очень интересный, много интерактив для ребятишек. Я думаю, что детям очень интересно. Мамы, которые постоянно приходят на мероприятия, организованные Саратовской ГЭС, удивляются. Но как можно на протяжении 14 лет каждый раз придумывать что-то новое и интересное для детей? Ответ прост. Надо делать это с душой и с любовью. Конечно же, большая благодарность Росгидра за то, что не забывают детей инвалидов. То, что всегда, если позволяет обстановка, конечно, делают для наших деток праздник. Нашим деткам очень нравится здесь общение с собачками, аквагрим. Здесь на любой возраст детям есть чем заняться. Ну а школьников в этот день поздравляли с тем, что у них начались каникулы. Это тоже своего рода путешествие в сказку, когда можно отдохнуть, набраться сил и позитива для дальнейшей учебы. И впереди еще целое лето. Время, когда каждый день – приключения.